Инновационные напольные покрытия, хай-тек-кирпичи, пожаропрочные окна и многое другое. Выставка строительства – это в какой-то мере своеобразная ярмарка тщеславия для игроков стройиндустрии. Каждый хочет продемонстрировать лучшее. Самые современные наработки, технологии, материалы – все то, над чем представители отрасли трудились последние несколько лет. Основная цель, которую ставит перед нами администрация края, те программы, которые мы продвигаем с помощью выставки, Это комфортное жилье, это инновационные технологии, это современный отделочный материал, это освещение, это благоустройство территории. Под брендом «Сделано в Приморье» на выставке представлено 22 компании. Пару лет назад их было всего 7. Это говорит о том, что строительная отрасль края активно развивается. Однако наши производители пока не слишком популярны. Архитекторы и проектировщики их не знают и везут материалы по старинке из соседнего Китая, Кореи или Подмосковья. Это затратно и по средствам, и по времени, к тому же не всегда лучше по качеству. На выставке их решили познакомить друг с другом на площадке «Гринфест». В этом году на выставку впервые заявились резиденты свободного порта Владивосток. Давайте спросим, что они производят. Здравствуйте. Расскажите о своей деятельности, какие товары вы привезли. Наша компания предлагает комплексные кровельные и фасадные материалы. Собственное производство профнастилы, металлочерепицы и металлосайдинга. Срок изготовления заказа всего 1-2 дня. Также предлагаем к заказу нашу новинку. Это сборно-разборный контейнер «Легко». Предназначен для хранения различного рода инвентаря и мотоавтотехники. Приморские производители вообще делают ставку на кратчайшие сроки изготовления. Вот, например, еще один резидент свободного порта. Ребята готовы возвести огромный ангар на тысячу квадратных метров из арочных конструкций всего за две недели. Вместо долгих трех месяцев, если использовать иные технологии. Арочные конструкции – это многофункциональная вещь. Почему? Потому что их можно использовать в разных областях. Для хранения автомобилей, для хранения иной техники. В данные арочные конструкции помещаются самолеты и вертолеты, что немаловажно, так как в нашем крае находится вертолетно-строительный завод. Также, соответственно, арочные конструкции можно использовать для хранения зерновых культур, хранения горюче-смазочных материалов, либо любых других. Вместе с этим данная технология позволяет строить спортивные комплексы, спортивные объекты в виде крытых сооружений, теплых, которые могут быть использованы под теннисные корты, футбольные залы, волейбольные площадки, все что угодно. Те, кто давно лелеет мечту возвести жилье собственными руками, смогут узнать больше о технологиях малоэтажного строительства и в конце концов решить, строить дом по каркасной технологии или же блочной, и какие материалы использовать. Первые 8 лет в выставке участвовали только иностранные компании. Сейчас же 60% участников – наши отечественные производители. Вот и компания из Красноярска приехала со своими новинками. Расскажите, пожалуйста. На выставку мы приехали с нашей новинкой. Это противопожарное стекло, которое обеспечивает безопасность для объектов жизнедеятельности. То есть устанавливается в двери, в перегородки, на фасады наружные. И, соответственно, в случае возникновения какой-то угрозы пожара, возникновения пожара, это стекло дает безопасно эвакуироваться людям из помещения. Особенно актуальные противопожарные технологии стали в связи с трагическими событиями, когда горят целые торговые комплексы. Огнеупорные двери и окна не треснут, не расплавятся, не пропустят дым. В Приморье таких еще не производят. Регион интересен сам по себе. Тем более на сегодняшний день, я думаю, что вся Россия знает о том, что Дальний Восток – один из наиболее динамично развивающихся регионов. Как бы все в Москве, в Питере и до Урала уже построили, уже добрались до нас, мы из Красноярска. И теперь мы приезжаем к вам для того, чтобы все то, что мы умеем, привести, показать, применить здесь. Выставка предусматривает и большую деловую программу, где будут представлены основные тренды в градостроительстве, такие как энергоэффективность, комфортность, смарт-города и многое другое. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.